Здравствуйте! Вашему вниманию предлагается лекция по дисциплине техника высоких напряжений на тему электрические разряды в отдыхе. Часть третья. Составлена старшим преподавателем кафедры энергетической системы Баландином Витальевым Сергеевичем. Перечень вопросов. Это пробой в жидких диэлектриках, влияние различных параметров на пробой в жидких диэлектриках, пробой в твердой изоляции и частичные разряды. Пробой в жидких диэлектриках. Жидкие диэлектрики, обладая значительно более высокой электрической прочностью по сравнению с газами, нашли широкое применение в качестве высоковольтной изоляции. В разнообразных устройствах это трансформаторах, кабелях, передающих линиях, конденциаторах, выключателях, разрядниках и т.д. Жидкие диэлектрики можно классифицировать по их природе на следующей группе. Это углеводороды, минеральные продукты, перегона нефти и каменного угла, трансформаторах, конденсаторах и другие масла. И углеводород растительные, т.е. касторовое, длинное и другие масла. То есть клавированные углеводороды ароматического ряда. Это хлородифенил, софтол. И четвертая группа это кремно-органические соединения. То есть кроме того, жидкие диэлектрики могут быть полярными и неполярными. В связи с этим у них существенно изменяются свойства, которые приведены в таблице 1.4. То есть здесь показаны свойства диэлектрика, в зависимости от того, к какому ряду они относятся. То есть неполярные, слабополярные и сильно полярные. Промышленности имеют дело с технически чистыми жидкими диэлектриками, у которых влияние посторонних примесей ограничено некоторой минимальной концентрацией. В этой связи в теориях пробоя технически чистых жидкостей рассматривают влияние посторонних примесей, неизбежно появляющихся при эксплуатации. То есть важнейшие посторонние примеси в жидких диэлектриках – это у нас вода, газы, волокна целлюлозы, углерод, продукты разложения, используемые в жидкой диэлектриках. По сравнению с воздухом, газом, пробивные напряжения масла имеют очень большой разброс. Отклонение от среднего составляет порядка 50% и более. То есть среднеквадратичное отклонение – 10-15%. Определение электрической прочности масла, то есть напряжение пробоя, осуществляется в стандартном пробойнике на переменном напряжении. То есть на пробой жидких диэлектриках существенное влияние оказывает множество факторов, которые могут как понижать пробивное напряжение, то есть это загрязнение, увлажнение и другое. Так и увеличивать его – это очистка, давление, барьеры и так далее. То есть основные факторы напряжения пробоя – это первое – это загрязнение, увлажнение, увеличение загрязненности масла снижает напряжение пробоя. То есть это ничтожное количество влаги. Менее 0,03% резко снижает пробивное напряжение. Второе – вязкость. Уменьшение вязкости уменьшает пробивное напряжение. Третье. Температура. С увеличением температуры пробивное напряжение уменьшается. То есть на импульсном напряжении это влияние незначительное. Для технически чистого масла зависимость пробивного напряжения относится в сложный характер. Четвертое. Давление. Для технически чистого масла увеличение давления приводит к увеличению напряжения пробоя. так как увеличивается давление в газовых пузырьках. Пятое. Наличие барьеров. Барьеры могут существенно повысить напряжение пробоя, особенно в резко-неоднородном поле. Шестое. Время действия напряжения. То есть с увеличением времени воздействия напряжения напряжение пробоя уменьшается. Чем чище диэлектрик, тем меньше это влияние на импульсное напряжение. То есть коэффициент импульса в несколько раз больше, чем для газовых диэлектриков. Седьмое. Форма, площадь электродов и расстояние между ними. То есть форма электродов создает поля разной степени неоднородности. То есть чем больше коэффициент неоднородности, тем ниже напряжение пробоя. То есть с увеличением площади электродов напряжение пробоя уменьшается. То есть с увеличением расстояния увеличивает напряжение пробоя. Полярность электродов при несимметричной форме, то есть при отрицательной полярности, пробивные напряжения больше. чем при положительной. Этот эффект тем больше, чем больше в поляре диэлектрика. То есть пробой жидких диэлектриков явление сложное, что объясняется сложным составом жидких диэлектриков, то есть немногими факторами, влияющими на развитие пробоя. То есть это загрязнение, форма, размеры, материал, электродов, температура, давление и другое. Для хорошо очищенной жидкости величина электрическая прочность достигает 1000 кВт на сантиметр. Влияние влаги. Теперь рассмотрим более подробно, то есть основываемся на самых таких негативных последствиях. То есть это влияние влаги и микрофли. Принеси. То есть влага в масле может находиться в трех состояниях. То есть в молекулярно растворенном виде, в виде эмульсии, мелкие шарики воды размером от 2 до 10 микрометра. И в виде ванинового отстроя на дне бака. То есть растворимость воды в жидких диэлектриках зависит от температуры. Например, в минеральном масле при 20 градусах может растворяться 40 на 10 минус 6 воды по объему. А при 80 градусах 400 на 10 минус 6 воды по объему. То есть наличие влаги в обоих состояниях сказывается на электрической прочности масла. Особенность в присутствии волокон, причем наиболее сильно влияет эмульгированная влага. Вследствие большой электрической проницаемости для воды, эпсилон равняется 80, для волокон целувал за эпсилон 6,4. В 50-х частички влаги и волокна втягиваются в область наибольшей напряженности электрического поля. То есть поляризуется и вытягивается вдоль силовых линий поля. Это приводит к образованию мостиков, которые увеличивают локальную плотность тока. К нагреву. К сильному увеличению местной напряженности в поле. В местах разрыва мостиков. Вследствие чего начинаются местные инициационные процессы. И может произойти пробой всего межелектродного пространства. То есть зависимость пробивной напряженности трансформатора масла от содержания влаги показана на рисунке 1,20. То есть миллионные доли влаги в единице объема масла показывают, что наличие 45-10 миллионов долей влаги уменьшает электрическую прочность масла примерно в 10 раз. То есть снижение электрической прочности в области малых концентраций вызвано влиянием растворенной влаги. А в области больших концентраций эмульгированной влаги. Это рисунок 1,20, где показана зависимость электрической прочности трансформатора масла от содержания влаги. То есть первое – это зона растворимости влаги, второе – это эмульгированная влага. То есть наличие влаги и волокон слабо сказывается на прочности жидких диэлектриков. То есть при коротких импульсах напряжения единицы-десятки микросекунд, поскольку частицы примесей не успевают переместиться на значительное расстояние и не влияют на развитие разрядов жидкости. То есть общее количество воды, которое может находиться в масле в молекулярно растворенном эллимсионном виде, ограничено. При содержании воды более 0,02% влага выпадает в виде отстоя на дно. Хотя сам отстоя и не влияет на электрическую прочность, его появление свидетельствует о существенном ухудшении изоляционных свойств масел. Особенно резкое уменьшение разрядных напряжений происходит при наличии в масле гигроскопических загрязнений в виде волокон бумаги, картона, пряжи, значительно облегчающих образование проводящих мостиков. Эти загрязнения проникают в масло в процессе эксплуатации из элементов твердой изоляции, находящихся в масле. Следующий параметр – это влияние давления. То есть пробивное напряжение как технических, так и очищенных жидких диэлектриков при промышленной частоте 50 Гц сильно зависит от давления. Это связано с наличием образования в жидкости при высоком давлении кузырьков газа, являющимися очагами развития пробоя. Электрическая прочность газа зависит от давления. Это закон Пашина, который был рассмотрен выше. То есть на рисунке 1.21 представлена зависимость пробивного напряжения трансформаторного масла от давления ниже атмосферного. То есть при пониженных давлениях из масла начинают выделяться растворенные в нем газы и его прочность резко падает. То есть данная кривая на рисунке 1.21 показана зависимость пробивного напряжения трансформаторного масла от давления. То есть первое это у нас негазированное масло, не дегазированное масло. Второе дегазированное масло, гривая. То есть видно, что зависимость пробивного напряжения от давления заметно увеличивается с повышением степени очистки масла. То есть на рисунке 1,21 гривая 2. То есть что указывает на большое влияние газообразных примесей. То есть при давлениях выше атмосферного электрическая прочность масла увеличивается. Что также свидетельствует о наличии газа в масле и его влиянии на электрическую прочность масла. То есть при импульсных воздействиях давление меньше сказывается на электрической прочности жидких диэлектриков. То есть это показано на кривой 1,22. Следующее это влияние температуры. То есть электрическая прочность жидких диэлектриков в сильной степени зависит от их частоты. То есть для чистых сухих жидкостей значительное влияние температуры наблюдается в области интенсивного оспарения и кипения. То есть рисунок 1,23. То есть зависимость электрической прочности трансформаторного масла от температуры. То есть у нас есть сухое масло и техническое масло с примесью влаги. То есть для технических чистых жидкостей с примесью влаги, зависимость электрической прочности от температуры достаточно сложной. Из рисунка 1.23, кривая 2, видно, что имеет место минимум и максимум электрической точности. Снижение температуры от точки максимума приводит к уменьшению пробенной напряженности до минимума, что связано с переходом растворенной влаги в эмульгированное состояние. Дальнейшее понижение температуры меньше 0 градусов вызывает замерзание капель воды и как следствие повышение пробенной напряженности. Ульта диэлектрическая постоянная примерно на диэлектрической постоянной массе, что уменьшает влияние влаги на электрическую прочность масла. То есть уменьшение электрической прочности для сухого и технического масла при температуре выше плюс 8 градусов обозглавлено интуитивным испарением и кипением жидкости. Следующее это влияние времени воздействия напряжения. То есть электрическая прочность жидких диэлектриков существенно зависит от длительности приложения, приложенного напряжения. Чем больше примесей в жидкости, особенно влаги и влаги, тем сильнее эта зависимость. То есть здесь у нас зависимость на рисунке 1.24 показана, это зависимость пробивного напряжения от времени воздействия для трансформаторного масла. То есть электроды, острие, острие плоткость, расстояние между электродами 20 сантиметров. То есть положительная полярность напряжения. То есть, соответственно, у нас зависит, то есть что у нас происходит. С увеличением длительности, да, пробивное напряжение уменьшается. То есть, соответственно, у нас экспериментальные результаты по пробою жидких диэлектриков показывают наличие как минимум двух областей, связанных с временем воздействия. То есть это появление которых объясняется различными механизмами пробоя. То есть при воздействии импульсов напряжения длительностью от 10-4 меньше 10-6 секунды, это первая область, влияние примесей значительно ослабленное. То есть они не успевают переместиться на заметные расстояния. То есть начальная стадия разряда в жидкости возникает при напряжении 100 кВт на сантиметр. В этом случае начинают проявляться процессы электронной эмиссии. То есть возможны процессы авто- и термоэлектронной эмиссии скотрода, а также процессы автоионизации жидкости его анона. Все перечисленные явления могут участвовать в инициировании изоляции. То есть образование газовых пузырьков в электроны может иметь место как за счет разложения углеводородов, жидкого диэлектрика, так и за счет скипания жидкости под воздействием выделенной энергии в локальных зонах электрона. То есть тепловая теория пробоя. То есть в газовых пузырьках развивается ударная ионизация. То есть образуется кистевый стримерный канал, который развивается к противоположному электрону. То есть резкое увеличение прочности при времени воздействия 10 минус 5 секунду связано с запаздыванием развития разряда. Когда время воздействия напряжения становится соизмеримым с временем формирования разряда. То есть увеличение времени воздействия напряжения больше 10 минус 3 секунды приводит к быстрому снижению пробивного напряжения. Вследствие влияния влаги и волокон, а также образования газовых пузырьков. При дальнейшем увеличении времени воздействия напряжения решающее влияние начинают оказывать тепловые процессы. То есть при длительном воздействии напряжения, то есть это уже у нас область 2 на рисунке 1.24, который показан. То есть первая область у нас с левой стороны, вторая область показана с правой стороны. То есть в зависимости что происходит. То есть при длительном воздействии присутствия влаги газа загрязнений в жидко-псильно снижает его электрическую прочность. Причем наиболее опасным явлением является эмбургированное состояние влаги. То есть пробой наступает вследствие образования цепочек из мелких поляризованных частиц, включений, которые вытягиваются вдоль силовых линий. Эти цепочки образуют проводящий канал, по которым протекает ток. То есть разогревающий воду и прилегающий каналу жидкость до кипения. То есть пробой жидкости происходит по образовавшемуся газовому каналу. То есть влияние геометрии электродов в расстоянии между ними материалы и поля сенопробивное напряжение. То есть геометрическая форма электродов создает поля разной степени неоднородности. И чем больше коэффициент неоднородности, тем ниже пробивное напряжение. То есть даже незначительное увеличение радуса кривизны электродов в резко неоднородных полях дает более существенное увеличение пробивного напряжения по сравнению с воздухом. Увеличение расстояния между электродами приводит к увеличению пробивного напряжения. То есть на величину пробивного напряжения при неизменном расстоянии оказывает влияние площадь электродов и объем жидкости между электродами. То есть увеличение площади электродов и объема жидкости вызывает снижение пробивного напряжения. Состояние поверхности электродов также оказывает влияние на электрическую прочность жидких диалектиков. То есть нагрязнение, окисление и плохая полировка поверхности электродов снижает пробивную электрическую прочность. То есть по мере увеличения расстояния между электродами, влияние материала электродов уменьшается и при расстоянии нескольких миллиметров практически превращается. То есть влияние материала электродов на электрическую прочность жидких диэлектриков осуществляется через эмиссию электронов с которых. И, соответственно, здесь у нас на рисунке А2.1.25 показана зависимость пробивного напряжения от расстояния между электродами и полярности для трансформаторного масла. То есть электроды у нас выбраны остриею плоскость, напряжение постоянное. То есть первое – это у нас положительная полярность острия, второе – это отрицательная полярность острия. Как следует из рисунка А2.1.25, пробивное напряжение зависит от полярности электрода острия. То есть при несимметричной системе электродов. Наиболее яркая эта зависимость проявляется для полярности. Например, для воды пробивное напряжение при отрицательной полярности острия увеличивается в 2-2,5 раза по сравнению с положительной полярностью. Также у нас барьерный эффект. Барьеры из твердого изоляционного материала, устанавливаемые в масле между электродами, весьма широко применяются для повышения электрической прочности масляной изоляции. То есть при наличии барьеров электрическая прочность разрядного промежутка значительно возрастает. Это обуславливается двумя факторами. То есть барьер непроницаемый для ионов жидкости, поэтому ионы, двигаясь от одного электрода до другое, оседают на барьере. Растекаются по его поверьте и заряжают ее. Благодаря этому электрическая поля в промежутке становится более равномерно, что приводит к увеличению разрядного напряжения. Кроме этого, барьер затрудняет образование сплошных проводящих мостиков из волокнистых веществ, на всеходящихся в масле. То есть действие барьера в более эффективном, в нервномерных полях. То есть при кратковременных импульсных воздействиях напряжение барьеры менее эффективны, чем на постоянном и переменном напряжении. На рисунке 1.26 представлено относительное изменение пробивного напряжения, то есть соотношение у нас пробивного напряжения масс на промежутках и пробивное напряжение того же промежутка с барьер. То есть в зависимости от положения барьера. То есть расстояние между электродами, оно постоянно. То есть и расстояние до острия, до барьера. То есть в массном промежутке, образованном электродами острия, плоскость. То есть при воздействии переменного напряжения частотой 50 Гц. То есть влияние барьера на пробивное напряжение массного промежутка, электроды острия, плоскость, напряжение 50 Гц, площадь 75 мм. То есть барьер плоский электрокартон толщиной 5 мм. То есть расстояние до барьера измеряется от острия. То есть в данной системе координат пробивного напряжения массного промежутка без барьера равно единице. То есть наличие барьера приводит к увеличению пробивного напряжения. То есть максимальный эффект соответствует расстоянию до барьера, равному 0,25 площади, что хорошо коррелирует с аналогичным эффектом для газа. То есть масло барьерной изоляции широко применяется в высоковольтной технике, то есть при изготовлении трансформаторов, водов и реакторов и тому подобное. Следующий это пробой твердой изоляции. Электрическая прочность твердой изоляции выше, чем газообразные и жидкие. То есть с пределами больше. Сначала у нас идет напряжение твердой изоляции, а потом напряжение пробой жидкой и потом пробой газообразной изоляции. То есть электрическая прочность твердой изоляции зависит от формы электрического поля. Первое. Второе. От вида напряжения и полярности. третье от времени воздействия напряжения, четвертое от неоднородности диэлектрика, пятое электрофизических характеристик, то есть это полярный и неполярный, шестое температура. Различают три вида пробоя диэлектрика. Первое это электрический, это когда напряженность у нас 102-103 кВт на миллиметр, второе тепловой, то есть когда у нас 102 кВт на миллиметр и старение, это 10 кВт на миллиметрах имея, то есть твердая изоляция включает в себя все виды твердых диэлектриков от пленок до толстой монолитной. То есть в таблице 1.5 приведены некоторые электрические характеристики твердой изоляции, которые могут быть востребованы в процессе ее эксплуатации. То есть соответственно, что у нас тут напряжение пробоя, механические, тепловые, химические и прочие характеристики, то есть твердость, гибкость, эластичность, теплопроводность, теплоемкость, тепловое расширение, также стабильность, растворимость действий на другие диэлектрики, удельный вес, абсорбация влаки, действие облучения, микроорганизмы и тому подобное. То есть наиболее сильное влияние на электрическую прочность твердой изоляции оказывает время приложения напряжения, то есть температура и толщина. То есть зависимость пробивного напряжения от времени приложения напряжения называет вольтамперная характеристика. Она приведена на рисунке 1,27. То есть на кривой выделяю четыре области. То есть области 1,2 соответствует электрическому пробою. То есть вот он показан на области 1,2. Соответствует время приложения напряжения меньше 1,1 секунды. Резкое возрастание пробивного напряжения в области 1. В области 1 обусловно запаздыванием в развитии разряд наносительного времени приложения напряжения. Область 3 и 4 характеризуются резким спадом пробивного напряжения, что приводит к преобладающей роли тепловых процессов. То есть область 4 медленное снижение пробивного напряжения с увеличением времени воздействия. Связано с медленными процессами старения, деградации, 3D изоляции. То есть вот у нас 1,27 рисунок, зависимость пробивного напряжения от времени воздействия. То есть вольт-амперная характеристика это первая часть. Это у нас когда электрический пробой запаздывание развития канала разряда. Второе это электрический пробой к времени от меньше 1,1 секунды. То есть данный пробой не зависит от температуры. Третий это тепловой пробой. Это когда больше 1,1 секунды. Это резкое снижение напряжения пробоя во времени. То есть и четвертое это старение. Это когда напряжение пробоя мало изменяется, а время до пробоя возрастает значительно. То есть электрическая прочность твердой изоляции возрастает с уменьшением ее толщины, особенно быстро в области микронных толщин. То есть этот эффект используют в изоляции конденсаторов, кабелей, водов и другого. То есть влияние температуры наглядно инвестрируется на рисунке 1,28. То есть где приведена зависимость электрической прочности фарфорового температуры. Видно, что до температуры плюс 75 градусов Цельсия, пробивная напряженность фарфора практически не изменяется. Дальнейшее увеличение температуры приводит к резкому уменьшению электрической прочности. То есть развитие теплового пробоя в твердом диэлектрике в общих цветах можно быть представлено в виде следующей последовательности. То есть есть у нас напряжение, приложенное к изоляции, есть ток действий, текущий через изоляцию. То есть температура изоляции, проводимость изоляции, электрические потери в изоляции. То есть от этих всех факторов зависит у нас, как у нас происходит пробой. То есть, соответственно, при увеличении всех этих факторов напряжение, приложенное к изоляции, то есть развитие теплового пробоя увеличивается. То есть, соответственно, зависимость пробивного напряжения температура для фарфора показана на рисунке 1,28. То есть, соответственно, у нас есть две области А и В. То есть, соответственно, видно, что до температуры плюс-минус 75 градусов Цельсия, проведая напряжу, практически не изменяется. Область А. Дальнейшее увеличение температуры приводит к резкому уменьшению. То есть, соответственно, температура приводит к резкому уменьшению. Суть теплового пробоя изоляции может представить в виде 1,29, да, рисунка. Где Q1, это у нас. Тепло, выделенное в изоляции за счет джоулев, диэнтрийских потерь Q2, это тепло отводимого изоляции в окружающую среду. То есть, есть у нас два вида тепла, то есть выделенного и отводимого. То есть, полностью с помощью графика 1,29 можно понять, что происходит в зависимости от времени. То есть, суть теплового пробоя изоляции можно как раз... Выделенное тепло определяется у нас по параметрам. Это формулы у нас 1,40 и 1,41. И оно зависит от каких параметров. Это у нас от угловой частоты самой сети, да, самой сети. То есть, приложенного напряжения. С, это емкость изделия. То есть, тангенс бета, это диэлектрические потери. В изоляции, то есть, К, это коэффициент теплопередачи. С, это площадь поверхности изоляции. Т0, это температура окружающей среды. Т, это температура внутри диэлектрика. То есть, изменение приложенного напряжения к изоляции приводит к изменению потери в ней. То есть, как раз на рисунке 1,29 то и показано. То есть, тепло выделено, да, тепло отведенное. То есть, соответственно, у нас что происходит? Для У1 у нас при Т1 плюс Т, да, минус Q2. То есть, когда Q2 у нас больше Q1, то это у нас нет нагрева. То есть, соответственно, дальше у нас для У2 при Т2, да, минус Q2, это у нас меньше Q1. То есть, это у нас, в этот момент у нас тепловой пробой. И для напряжения У3 всегда тепловой пробой. Точка Т2, это точка тепловесного равновесия. То есть, рабочая температура Т2 больше рабочей температуры. Следующий вид, это у нас частичные разряды. То есть, под действием высокой напряженности электрического поля, в изоляции в местах с пониженной электрической прочностью возникают частичные разряды, которые представляют собой пробой газовых включений, локальный пробой малых объемных твердого диэлектрика. То есть, условия возникновения частичного разряда определяются конфигурацией электрического поля. Изоляции конструкции электрическими характеристиками рассматриваем в области изоляции. То есть, частичные разряды обычно не приводят к сложному пробою диэлектрика, однако приводят к местному разрушению изоляции. И при длительном существовании могут привести к складному пробою. То есть, возникновение частичного разряда всегда свидетельствует о местной неодеродности диэлектрика. То есть, в связи с этим, регистрация функции частичного разряда позволяет оценивать качество изготовления изоляции и выявлять местные дефекты. То есть, характеристики частичного разряда достаточно хорошо коррелируют с размерами и количеством дефектов. То есть, позволяет судить о степени дефектности изоляционной конструкции. То есть, изучение характеристик частичных разряда в зависимости от различных условий работы стало вопросом первостепенной важности для кабелей, конденсаторов, трансформаторов и других устройств, там, где применяется слоистая изоляция при переменном, постоянно пульсирующем и импульсном напряжении. То есть, при рассмотрении механизмов возникновения частичного разряда воспользуемся эквивалентной схемой замещения диэлектрика с общей емкостью C-эквивалентной. То есть, схема замещения у нас представлена на рисунке 1.30, то есть, C0-это емкость без дефектной изоляции, Cn-это емкость воздушного включения, C3-это емкость диэлектрика последовательная диэлектрика с последовательным включением, и, соответственно, напряжение ОВА это напряжение пробоя воздушного включения. То есть, соответственно, у нас, что имеется в виду, да, схема замещения твердого диэлектрика, то есть, у нас есть C0-левая, это емкость без дефектной изоляции, и, соответственно, параллельно ей подключаются три емкости. То есть, это емкость воздушного включения, емкость диэлектрика последовательного включения, все это сюда вводится, то есть, в этот режим. И, то есть, рассчитывается эквивалентная емкость, которая складывается и емкости воздушного включения, и емкости диэлектрика. То есть частичный разряд возникает тогда, когда напряжение на включении достигает пробивного значения. То есть пробивное – это напряжение зажигания разряда выключения. То есть напряженность электрического поля во включении ЕВС связана с напряженностью в остальной части диэлектрика. То есть ЕД – это у нас напряженность электрического поля в диэлектрике, εd – это относительная электрическая проницаемость диэлектрика, и εv – это относительная электрическая проницаемость включения. То есть, исходя из выражения 1.43, напряженность электрического поля в газовом включении и в любом другом, когда εd – относительная электрическая проницаемость включения, больше больше относительно электрическая непроницаемость диалетика больше относительной электрической непроницаемости включения всегда выше, чем в основном ognom brandtranex его напряжение на включении в процессе приложения принимения напряжения приведены на рисунке 1.31 то есть вот эти эперы показаны то есть эперы напряжения на разрушенных включений При размерах включения десятки микрометров и давлении близком к атмосферному пробивное напряжение лежит вблизи минимум кривой пашины. То есть слабо изменяется изменением размера включения. Составляет порядка 250-300 Вольт. То есть наибольший опасный частичный разряд представляет на переменном или импульсном напряжении. И соответственно тут разрушающее действие частичного разряда на диэлектрике обусловлено следующими факторами. То есть возникающими при пробое включения. Это у нас воздействием ударных хвалов, первое. Второе это тепловым воздействием. Третье это бомбардировка с заряженными частицами. То есть воздействием химически активными продуктами разряда. Это то есть озон, окислые азоты и так далее. Пятое это у нас воздействием излучения. Шестое это мы развитием древовидных побегов дентритов. То есть в зависимости от величины от разряда, измеряемого при частичном разряде. Возможно классификация частичного разряда. То есть по величине частичного разряда. То есть при превышении некоторого порога напряжения в изоляции возникает частичный разряд с интенсивностью. То есть соответственно у нас 10-12, 10-1 степени кулона. Такие частичные разряды не вызывают быстрого разрушения изоляции. И во многих случаях могут быть допустимы. То есть такие разряды называются начальными. То есть дальнейшее возрастание напряжения при увеличении размера включений в процессе длительной работы изоляции приводит к резкому возрастанию интенсивности частичного разряда. Причем прежде всего возрастает частичный разряд до величины 10-10, 10-8 степени кулона. Их возникновение резко сокращает срок службы изоляции. И они не должны допускаться при рабочих условиях. Такие разряды называются критическими. Ну и вот на рисунке 1.31 у нас представлены эпюры напряжения на воздушное включение в твердом диалетике. То есть первое это у нас напряжение на образце. Второе это у нас что имеется в виду? Напряжение на включении. То есть напряжение пробоя, напряжение на образце, при котором происходит пробор воздушного включения. То есть на данной мультуре проставлены все вариации, которые будут сходить на пробивного напряжения на частичном разряде. Дальше. На постоянном напряжении интервал между частичным разрядом во включении составляет секунды, десятки секунд. Что на несколько порядков больше, чем на переменном напряжении промышленной частоты. То есть это позволяет увеличить рабочие напряженности электроизоляционной конструкции, постоянного напряжения по сравнению с переменами. То есть развитие частотных частичных разрядов на импульсном напряжении принципиально не отличается от переменного напряжения. Частной основной причиной пробоя изоляции при проблемном воздействии напряжения является частичный разряд. То есть еще раз напомним, что у нас, что получается, что частичные разряды, это у нас под воздействием высокой напряженности электрического поля, в изоляции в местах с пониженной электрической прочностью возникают данные частичные разряды, которые представляют собой пробой газовых включений, локальный пробой малых объемов твердого диэлектрика. То есть условия возникновения частичных разрядов определяются конфигурацией электрического поля из изоляционной конструкции, то есть электрическими характеристиками рассматриваемого области изоляции. То есть частичные разряды имеют большое значение, то есть как бы с помощью них можно определить, какова изоляция, конструкцию там выдержана или не выдержана. То есть частичные разряды обычно не приводят к свозному пробою диэлектрика, то есть однако приводят к местному разрушению изоляции. И предлительном существовании могут привести к свозному пробою. То есть еще раз повторюсь, что не приводят они к свозному пробою, однако приводят к местному разрушению изоляции. И предлительном существовании могут привести к свозному пробою. То есть возникновение частичных разрядов свидетельствует о местной неоднородности диэлектрика. То есть в связи с этим регистрация характеристических частичных разрядов позволяет оценивать качество изготовления изоляции и выявлять местные дефекты. То есть характеристики частичных разрядов достаточно хорошо коррелируют с размерами и количеством дефектов. То есть позволяет судить о степени дефектности изоляционной конструкции. То есть что это делается? Будет понять, проводит частичный разряд, то есть соответственно и смотров, что количество дефектов изоляции и так далее. Судить о степени их. То есть изучение характеристик частичных разрядов в зависимости от различных условий работы стало вопросом первостепенной важности. То есть для кабелей именно это важно. То есть где у нас твердая изоляция, да и частично если у нас есть, частичный разряд может привести к вагодным последствиям конденсаторов. То есть пробитие изоляции между вкладками и трансформатором. То есть трансформатор у большего количества витков и так далее. То есть может произойти межвитковые короткие замыкания, если у нас есть проблемы, небольшие дефекты изоляции. То есть частичный разряд позволяет коррелировать с размерами и количеством дефектов. То есть можно по данным частичных разрядов судить о дефектности изоляции и других устройств. где применяется слоистая изоляция при переменном, постоянном и пульсирующем импульсном напряжении. То есть данные частичные разряды позволяют определить дефектность. То есть и при рассмотрении механизма возникновения частичных разрядов воспользуемся эквивалентной схемой замещения диэлектрика, то есть емкостью C-эквивалентной. То есть где у нас C-нулевая, это емкость без дефектной изоляции. То есть C-в это емкость воздушного включения. C-с индексом D это емкость диэлектрика с последовательным включением. То есть у нас есть два вида емкостей. То есть это емкость без дефектной изоляции и емкость остального вида изоляции, которая выполнена с дефектом. То есть соответственно емкость выполнена с дефектом у нас емкость воздушного включения и емкость диэлектрика с последовательным включением. То есть, ну и напряжение самого пробоя. То есть, частичный разряд возникает тогда, когда напряжение на включение достигает пробивного значения. То есть, напряжение зажигания разряда во включение. То есть, напряженность электрического поля во включении связана с напряженностью в остальной части диэлектрика. То есть, соответственно, E с индексом D это напряженность электрического поля в диэлектрике, то есть, у нас, который используется в режиме изоляции. Эпсилон D – это относительная диэлектрическая проницаемость диэлектрика. Эпсилон V – это относительная диэлектрическая проницаемость включения. То есть, соответственно, эти параметры позволяют определить напряженность диэлектрического поля после включения. То есть, исходя из выражения 1.43, напряженность диэлектрического поля в газовом включении или в любом другом, то есть, соответственно, какое условие должно выполняться? Должно выполняться условие εV, должно быть меньше εD. Где εV, напомню еще раз, это относительная диэлектрическая проницаемость включения. И εD это относительная диэлектрическая проницаемость диэлектрика. То есть эпюры напряжения на включение в процессе приложения переднего напряжения приведены на рисунке 1.31. Сейчас мы дальше посмотрим. То есть при размерах включения, десятки микрометров и давлений. В близком к атмосферному пробивное напряжение лежит вблизи минимума, кривой пашни. То есть слабо изменяется. С изменением размера включения. То есть составляет порядка 250-300 Вольт. То есть наибольший опасный частичный разряд представляет на переменном или импульсном напряжении. Ну и вот соответственно, что у нас тут на данной схеме у нас приведены ипоры напряжения. На напряжение на воздушном включении в твердом диэлектрике. То есть это у нас первая кривая. Это у нас напряжение на образце. Второе это у нас напряжение на включении. То есть на включении. То есть соответственно, при напряжении на образце, при котором происходит пробой. То есть соответственно, с помощью корреляции данных кривых можно понять, да, при каких параметрах у нас происходит и воздействие напряжения происходит пробой изоляции. То есть и соответственно, что у нас еще. На основании этого можно сделать выводы, какое разрушающее действие производит частичный разряд. То есть соответственно, он принимается, да, с помощью него могут провести исследования, но его также длительное воздействие очень пагубно сказывается на изоляцию. То есть на изоляцию чего мы рассматривали выше. Это изоляция трансформаторов, изоляция кабельных линий, изоляция конденсаторов. То есть данные элементы имеют слоистую структуру изоляции и для них пробой одного из слоев изоляции может привести к очень негативным последствиям в развитии данном элементе. То есть и дальше вот как раз разрушающее действие частичного разряда на идее электрики обусловлено следующими факторами, то есть возникающими при пробое включения. То есть первое это воздействие ударных волн, которые возникают, да, второе это тепловым воздействием, то есть это нагрев самих элементов, то есть третье это бомбардировка с заряженными частицами, то есть четвертое это воздействие, воздействием химически активными продуктами разряда, то есть озон и окислоазота. Пятое это воздействием излучения, то есть которое возникает. Шестое это развитие от древа винных побегов дендрита. То есть в зависимости от причины заряда, измеряемым при частичном взятии возможной классификации, то есть первое это при превышении некоторого порога напряжения в изоляции возникают частичные разряды с интенсивностью 10 минус 12, 10 минус 11 степени кулон. Такие частичные разряды не вызывают разрушения. В изоляции во многих случаях могут быть допустимы. Такие разряды называются начальными. И второе, дальнейшее возрастание напряжения при увеличении размера включенных процентов длительной работы в изоляции приводит к резкому возрастанию интенсивности частичного разряда. Причем прежде всего возрастает данный коэффициент. То есть данный разряд у нас уже от 10 минус 10 до 10 минус 18 степени кулон. Ихние возникновения резко сокращают срок службы изоляции. Они должны допускаться при рабочих слоях. Такие разряды называются критическими. На этом наша лекция окончена. Благодарю за него.